60% образовательных грантов достанутся тем, кто выберет технические специальности. Инженеры и IT-специалисты сегодня наиболее востребованы на рынке труда. Об этом заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Также в этом году студентов Нурсултана и Алматы появится возможность получить степень прикладного бакалавриата. Что это такое, расскажет Даля Насипова. Спрос на специалистов технических направлений всегда был повышенным, если несколько лет назад. На эти специальности выделяли около 2000 грантов, в прошлом году их было 8000. В предстоящем учебном году добавят еще. При этом министр образования отмечает, что про остальные профессии не забыли. Большая потребность сегодня в учителях начальных классов русского языка, физики, химии, математики. А количество выделяемых грантов регулирует рынок труда. Если, например, на рынке нет необходимости готовить в большом количестве физкультурников или юристов, соответственно, мы госзаказ на эти направления либо намного снижаем, либо вообще не размещаем. Если мы видим, что возникает большая потребность, например, в учителях начальных классов, то мы эту потребность значительно увеличиваем. То есть это зависит, опять же, от прогноза рынка труда. Еще одна проблема кадрового голода, по мнению Асхат Аймагамбетова, долгое обучение. Чтобы стать бакалавром, после школы выпускнику нужно проучиться 4 года. С 1 сентября в некоторых вузах столицы и Алматы можно будет сократить срок обучения практически в два раза, поступив на программу прикладной бакалавриат. Рынок получает за более короткие сроки практика ориентированного специалиста, который уже через 2-2,5 года может выйти, пойти работать. Но если ему будет необходимость, и он захочет дальше, через 2 года, через 5 лет, прийти в университет и дальше получить уже степень полного бакалавра, у него такая возможность будет. По данным Минтруда, одним из основных вызовов рынка в ближайшем будущем станет существенный рост молодежи, вступающей в рабочую силу. На места будут приходить люди, рожденные после 2000 года. Эксперты подсчитали, что уже к 2030-му 74% рабочей силы страны будут составлять миллениалы и поколение Z. Далина Сипова, Нуркенток Мурзин, Информбюро, Нур Султан. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация. Продолжение следует...